Внутрь, не заводиться, не реагировать никак, это реально очень сложно. Правда, поэтому я, ну если я когда-то научусь, я с удовольствием поделюсь с вами, каково это пока. Я, к сожалению, вообще не самый добрый человек. Вот вам стоит один раз меня встретить в аэропорту часов в шесть утра, чтобы убедиться в этом. Вот, еще. Десерт, я очень люблю фрукты, я очень люблю фрукты. Очень. Да, правильно, нельзя быть доброй для всех, это факт. Но нет, знаете, тут такое дело, слабой нельзя быть доброй. Постараться. Да. Так, чтобы без граница. Тут. С этим пока тоже есть сложности. Никаких у меня планов. В этом у меня все здорово. У меня я ничего не планирую, ничего не ожидаю, поэтому я всему очень, всему, что происходит в моей жизни, я очень радуюсь. Мне это ри, кстати, это ри. Я не умею орать, вот это единственное. Я физически не умею повышать голос до крика. Ей так кажется. Ты слышала, когда я ору? Не, я на полном серьезе. Ну, громко ты можешь. Ну, громко, но вот чтобы орать. Я сколько раз бы! Вот так я не умею. Мне кажется, что это... Я за разговоры, за поговорить и все, и стихо сказать можно... Да, более убедительно, кстати. Спасибо большое. У приятности мне пишут. Куда-то мы едем, а что? А что? Частенько мы летаем, полетываем иногда. Не спою. Завтра в Меге спою. Приходите? Так. Нет, этого не надо блокировать. Ладно, я тебя потом заблокирую. Нет, я сейчас тебя заблокирую. А можно потом еще пересматривать повторно. И тебя заблокируют тоже. Да, то, что не успела. Детский. Знаете ведь, какое дело? А ведь, познакомившись со мной, вы можете сильно разочароваться. Поэтому, может, оно и не надо. Я всегда мечтала быть певицей, да. Какой мой любимый цвет? Как вы думаете? А как вы думаете, какой мой любимый цвет? Что-то из розовых тонов. Что-то из розовых тонов. Я черная, да. Черный. Я никого не учила петь. Я могу максимум какие-то... Поделиться каким-то опытом. Но научить, знаете, для того, чтобы чему-то учить, надо сначала самой научиться это делать. Поэтому... Да? Да. 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 И братский тон. Привет. 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 Нет, я очень плохо по утрам просыпаюсь. Во-первых, я сова. Очень сова. А во-вторых, вот первый час... Первый час каждого дня моей жизни... Не лучше. Не лучше. Не лучше. Не лучше. Пацан есть? Кур, есть у меня пацан вообще? Пацк. Ахахааа... Просто перечисляй еще раз музыкально. Прекрасно. Моя лучшая опада другая. Моя деточка. Моя кисонька. Кисонька. которые вообще не смеются никогда в жизни, поэтому пусть лучше так. Эго, ну да, есть, да, есть такое, конечно. У меня ещё профессия такая, которая массирует эго перманентно, поэтому это та тема, с которой надо серьёзно работать. Вот, спасибо большое. Приятные вещи. Да, эго есть такое дело. Ну, а, по крайней мере, я это осознаю. Еду по делам. Покажи подругу. Подругу-друга. Что-то вы там раскомандовались все. Это делай, то не делай. Вопросы? Есть ещё вопросы? Котики. Спасибо большое. Спа-си-бо. А что с голосом? Порядок у меня, порядок. На тему религии давайте не будем разговаривать, особенно в интернете. Какая-то тоже тема деликатная, на которую, вот вы знаете, если есть возможность избежать разговора на эту тему, лучше его избежать, я так считаю, чтобы никого не зарядить, на всякий случай. Это ламповая няша. Даже знаю, откуда это ламповая. Это из монеточки, да? Это из монеточки. Кисонька, как я хвалю команду за хорошую работу. Лучшая похвала, на мой взгляд, это искренняя благодарность. Это не исключает, естественно, вы сами понимаете. Ну, очень здорово вовремя осознать, как они много для тебя делают и сказать им спасибо, команда моя. Спасибо, моя команда. Не знаю, что там в Скотта-кафе, а я держу руку на пульсе, я буду выяснять. Мне самой очень интересно. Рэп люблю. Ой, я это сказала вслух. Вот, поэтому котиков будем защищать. Котиков, потому что слишком прекрасное и уютное место, чтобы на него посягать, согласитесь? Ой. Ну ладно. Нет, я с Лясей никогда не занималась гимнастикой. Вы видели, куда она может закинуть вообще ногу и... А может закинуть ногу за голову, почесать ухо и вот это вот всё. Сварить кулашу. Да, поэтому... Не мне судить. Не мне судить, а вообще не мне. С Бастой совместно. Глупоните. Задайте вопрос Басте уже. Он чаще меня, по крайней мере, выходит в перископ, поэтому... Ну хорошо, что меня люди скринят. Я вон специальные ракурсы красивые подбираю. Нет, не буду я петь в перископе. Потому что я буду петь завтра в миге, куда вы все придёте. Да. Да? Ой, как радуюсь. Вообще такая глупость этот перископ. Но я почему-то так радуюсь. Я радуюсь этой возможности общения с людьми из разных уголков. А фейсбук-лайв? Планета. А что это? А теперь в фейсбуке можно так выходить, знаешь? На всех? Ну, я не знаю. Наверное, на друзей. Я пока вот не очень странная. А у меня в фейсбуке очень мало друзей. Можно в группе быть, родной? В группе можно было бы, да. Но в фейсбуке очень взрослые и серьёзные люди. Будут взрослые и серьёзные вопросы. Да, будут взрослые и серьёзные вопросы. Всё, как я люблю. Как это меня не видно? Кого вам видно? Меня как это не видно? Вот она я. Вот она я. Спасибо за приятные слова. Я могу погромче. Говори, говорю. Я очень рада тому, что в моей жизни был X-Factor. И это были прекрасные погоды. Но я, пожалуй... Но это реально был очень серьёзный опыт. Я, пожалуй, пока воздержусь от такого масштаба шоу, потому что это очень сложно. Спасибо. Конечно, видно ремень. Я пристёгнуто. А чё вы? Ребята? Ребята, а чё? Да, я тоже помню, как девушка на X-Factor спела мою песню. Так и вещи. Есть вещи, которые не забываются. Ну, пока я не хочу на лысо. Я же была на лысо. Много лет подряд, между прочим. Поэтому, ну, знаете, такое дело. Я за себя не ручаюсь. А так? А так? Спасибо. Кися. Конечно, я люблю кушать. А кто не любит? Вы что? Я люблю кушать. Это ты, кстати, кушать хочешь. Я очень люблю еду. Я бы хотела быть официальным представителем еды на земле. Я бы так её рекламировала. Не какую-то одну конкретную, а всю. Ешьте еду. Будьте счастливы. Еда. Я люблю тебя. Я очень люблю есть еду. Я всюду обязательно приеду, конечно. За тобой там милиция ехала. Пускай, пускай. Это они бдят. Они просто бдят. Не за мной, а против течения. Да? Это что? А, ты сейчас сейчас. Малая. Пятница, что ли? Пробки? Италия нас смотрит. Италия! Хочу в Рим. Да, есть такое, конечно. Недавно Алекс Дубус посвятил всю программу своим воспоминаниям о римских каникулах. Ой. Рассказывал про артишоки, которые он там ел. Ой, какой неприятный человек. Да. Какой неприятный человек. Какие. Ой, фу, ну глупо. Я переживала всю передачу. Нас в Риме, кстати, очень круто кинул таксист. Это же в Риме было? Да. Да, это было в Риме. Нас очень. Но он так филигранно нас развел, что мы даже не расстроились. Потому что на двадцаточку, да, он нас крутанул на двадцаточку евриков, но это было так четко, это было так красиво и стильно. Это было даже не обидно. Просто мы восхищались его мастерством. Потому что он был какой-то Джузеппе. Джузеппе. Он был Джузеппе. По приглашениям мы ездим в города, да, по приглашениям. То есть нам поступают запросы, потом мы смотрим, как оплатит площадка, сколько туда людей помещается, какое там есть оборудование, что надо довозить, довешивать. Потому что у нас очень много живых музыкантов. Это все надо.